Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Как ваши праздники прошли? Напишите в комментариях. Много ли успел ли сделать за эти праздники? Много ли посетили прекрасных мест? Общались ли со своими друзьями, родными? Напишите в комментариях, и мне будет очень интересно их почитать. Хотела бы вам сегодня рассказать про несколько важных, на мой взгляд, вещах. Я очень много смотрю программы про путешествия, и мне интересно изнавать про политический строй, про то, как живут наши люди, которые туда приехали насовсем, или просто потом оттуда вернулись. И вот на днях я смотрела очень интересные передачи про Аргентину и Турцию. И вот я сейчас вам расскажу. про то, что я узнала. Но скажем сразу, лучше смотреть первые истории. То есть смотрите, выводят, которые они тут и они там. И люди, которые там живут. Так все были мальчиками. И почему меня уже интересовала? Дело в том, что свою я расскажу историю прожила в Монтовидову около двух лет. Когда мне было 17-18-19 лет. Вот так вот. Мы туда приехали после первого курса института. Я взяла Академа отпуск. По личным причинам его взяла. Мои родители предложили работать учителем информатики. И я работала учителем информатики в городе Монтовидово в русской школе. И также я ходила на курсы испанского языка. Поэтому Монтовидово ограничит Ругвай с Аргентиной. Поэтому мы ездили иногда по стране. Путешествовали со своими друзьями. И однажды мне удалось побыть в Буэнос-Айресе. Проездом. Она практически ничем не отличается от того же самого Уругвая. Там тоже самый испанский язык. с тем лишь отличием, что буква двойное Эль произносится как ЖО. То есть, если вы будете, например, говорить АНА ЭЛЛЯ по-испански, то там ЭЖО будут говорить в Уругвайе в Аргентине. То есть, там больше вот таких вот отличий именно в речи. Но в целом менталитет страны, Уругвай и Аргентины, примерно одинаковый. По сравнению с Монтовидово, очень теплый климат. Практически 280 дней в году. Там жаркая погода. Комфортный климат. Даже для европейцев, привыкших к относительно мягкой зиме, с европейским климатом, там еще жарче. То есть, до 30 градусов. Температура достигает и та же самая погода в Аргентине. То есть, зима у них начинается приблизительно с июня по августа, так как это другая часть экватора. То есть, противоположная часть экватора. Если Россия находится в верхней части экватора, если разделить карту мира, то Уругвай и Южная Америка находятся в нижней части экватора. Поэтому там, наоборот, сезоны меняются тогда, когда у нас зима, у них в данный момент наступает лето. И наоборот, когда у нас летом, у них наступает зима. Их теплая зима отличается от российской тем, что также и в Уругвай, и в Аргентине примерно плюс 10 градусов. То есть, люди ходят максимум, могут одеть вечером. Иногда бывает, там, плюс 5. Снега один раз мы только видели, снег такой выпадал, но он тут же таял. Поэтому они носят и зимой куртки, да, там, летом они в майках ходят, а зимой они носят, ну, некоторые дубленки привыкли носить, так как эта страна, и Аргентина, Уругвай славится своей кожевенной промышленностью. У них экспорт – это кожа. Хочу сказать, что они делают на экспорт кожевенные изделия. Поэтому у них распространены кожаные изделия, кожаные куртки, дубленки. По крайней мере, это было 25 лет назад, когда я там жила. Соответственно, информация немного устаревшая. Хочу вам сказать, что у них ПЕСа в Аргентине, и ходит этот ПЕСа по чёрному курсу. Вот, меняют доллар на ПЕСа. И в связи с этим в стране очень сильная инфляция. В два раза отличается курс голубой, то есть выгодный от… То есть биржевой курс отличается от чёрного курса в два раза. Например, 1 доллар 300 ПЕСа. Можно поменять под 300 ПЕСа за доллар. А, значит, по белому курсу можно поменять 1 к 600. То есть белый курс выгоднее по сравнению с чёрным курсом. Два раза он отличается. 1 к 300, значит, ПЕСа курс доллара этапу. Вот, то есть получается, что чёрный курс, он более выгодный. 1 к 300, чем 1 к 150, как по биржевому курсу. Вот так вот. И всё, что я сказала сейчас, давайте вот ещё раз подытожим. Существует в Аргентине, в Уругвай, хождение их валюты. Их валюта, она подвержена инфляцией. Поэтому в основном люди стараются менять понемногу доллары. И живут на вот эти вот ПЕСа. Вот. А в Уругвайе то же самое ситуация. Точно так же мы как-то жили. Мы тоже меняли доллары на уругвайский монету. Мы жили так, что уровень жизни в Уругвайе, в Монтвиду, сродни с европейским уровнем жизни. Потому что это страна, Уругвай страна иммигрантов. Так же, как и Аргентина. И в Уругвайе, например, очень много можно услышать выходцев из Европы. Там, например, мой учитель по испанскому языку на факультете права факультата речи, он был выходцем из Аргентины, но родители у него приехали из Европы преподавать в институте. И так всю жизнь там и прожил, и проработал. И я училась почти год и семь месяцев в Уругвайском университете. Мы изучали английский язык. Это юридический факультет был. И мы изучали юридические дисциплины на английском языке. И я практиковала испанский язык со своими одногруппниками. Потому что мы после лекции ходили в Макдональдс соседний и там общались. И вот если вспомнить, как у них проходит обучение. Например, летом у них, летом это когда у нас зима, летом у них очень часто бывают забастовки. То есть обучение может откладываться. Например, если я туда ездила в институт каждый день, на лекции, то иногда эти пары просто отменялись. И мы шли в Макдональдс общаться. Но всё дело в том, что у меня была ещё учёба в колледже, который начинался во второй половине дня. И мне приходилось после университета ехать ещё в колледж, учиться во второй половине дня. У меня был английский четыре часа. И потом я шла домой. И несколько раз в неделю я ещё преподавала информатику для учеников. Поэтому у меня была очень полная такая загрузка. Утром я делала уроки. Когда у меня были отменены занятия, я делала уроки утром. А иногда я делала вечером. Постоянно изучала испанский язык, потому что без изучения испанского языка в стране было невозможно смотреть ни новости, потому что русские каналы шли с содержкой по времени. Там разница во времени, насколько я помню, то ли 7 часов, поэтому вечером можно было посмотреть некоторые передачи, которые утром начинались в России. Поэтому в основном, так как времени свободного было мало, и после работы мы ещё хотели ужинать с родителями в ресторан, потому что мы все работали, учились, нам некогда было готовить. Мы ходили в ресторан, прогуливались вечером по набережной после ресторана, и, в общем-то, и шли домой делать уроки, готовиться к завтрашнему дню. И у меня, когда я ходила на уроки в университет, факультет речи, на факультет права, у меня очень часто такие темы возникали про каких-нибудь испанских уругвайских лидеров, которые в то время были достаточно популярны. Там у них был ВАР, был политик, военный начальник. Про него очень много названо в честь него улиц. И все улицы в основном такие имеют названия, достаточно патриотические. Потому что в Монте-Виду одно время существовала партия такая... Я уже, знаете, с политикой в то время вообще не дружила. Сейчас я выводы такие не могу сделать, но политика страны привела уругвай на самом деле к большому расцвету. И уругвай, в отличие от Аргентины, очень чистая, красивая страна, развитая. В ней много бесплатного всего, то есть школы, университеты. У них есть некоторые для обычных граждан, небогатых, бесплатные. Но университет у них, если ты поступил честно, то есть набрав определенный балл, ты учишься бесплатно. Меня устроили в университет, можно сказать, по блату, лишь потому что я была, скажем так, и меня поэтому туда устроили по обмену. Фактически они учились у нас. Их дети в посольство ходили учиться в школу. Я преподавала информатику русским, а они, значит, разрешили мне работать и учиться в университете. Когда я ходила в колледж, у меня был, вы знаете, английский. Во-первых, это был уровень First Certificate English. То есть это, как вы понимаете, это intermediate был. Тогда у меня уровень английского языка. И я параллельно учила испанский и английский. Я вам скажу, что это очень трудно, потому что ты постоянно переключаешься на испанскую речь. Время общения в колледже ты разговариваешь исключительно на английском, так как все правила общения устанавливают общение на английском языке. И получается, что ты, когда выходишь из университета, ты все еще продолжаешь говорить на английском. А потом, когда ты начинаешь общаться, студенты переключаются на испанский. И ты иногда даже начинаешь говорить уже с акцентом на русском языке, потому что у тебя появляется такой открытый, достаточно открытые звуки, достаточно резкий и похожий на украинскую речь. Вот. И почему такое происходит, я не знаю, но акценты тут появляются буквально через несколько дней, когда ты начинаешь разговаривать на испанском языке. и переключаешься потом на русскую речь. Я предполагаю, что это происходит, потому что ты постоянно подбираешь слова, ты забываешь о том, что тебе нужно их подбирать. Поэтому речь такая получается достаточно открытая. И сложно иногда переключаться сразу же на родной язык, поэтому ты по привычке говоришь на том же, с теми же звуками, интонациями, как и на испанском. Тавидео – приморское, скажем так, государство, страна. Город Монтавидео стоит на реке Рио-де-Ла-Плата, или Рио-де-Ла-Плата. Рио-де-Ла-Плата, она умывается пресной рекой, но вода в ней все-таки слегка соленая. И поэтому, когда ты плаваешь, ты утонуть вообще не можешь. Но, как правило, купание в этой реке, она около города, в районе города грязная вода. Потому что это портовый город, там заходят сюда, там много очень рыбачат, но никто не рекомендует там много купаться. Хотя, в общем-то, мы хотели, местные жители там купались, но там очень сильные бывают волны. Река по своему поведению напоминает океан. Это какая-то очень огромная река, действительно обширная территория. Если вы сравните побережье Монтавидуо, оно будет похоже на побережье Сан-Пауло или Бразилии. В Аргентине, если вы вспомните, Аргентина ограничится в Угумаем. Она как бы сзади по карте Угвай. Там тоже есть прибрежные, естественно, приморские города. Буйнос-Айрес стоит, там на воде, ну, часть города, скажем так. Но Буйнос-Айрес по своей структуре, он-то более протяженный вдоль побережья, нежели Монтавиду. Монтавиду, он, конечно, омывает рекой, но потом он как-то вглубь так идет, там в основном все остальные районы, которые находятся за вот этой первой береговой линией, они идут вглубь континента, и он такой, получается, расширенный немножко вглубь. Улочки там, если честно, утром пестрят собачьими экскрементами. Вот, это в Монтавиду. Но у них есть такое правило, что есть уборщики, которые убирают мусор с улиц, и люди, которые утром выходят из дома, они оставляют пакеты с мусором рядом со своими домами. Так было принято всегда у них. И приезжает на огромной такой повозке такой уборщик, и везет эту повозку огромную просто на себе фактически, руками возит вот на такую вот повозку, полную с забитым мусором. Он сортирует мусор, они потому что сами уругвайцы не сортируют его, и оставляют вот этому иногда чаевые. Но бывает это крайне редко, но в основном они привыкли к этим чаевым. И они за счет этих чаевых зарабатывают там около 600 долларов в месяц. Ну от 300 до 600 долларов чаевых за то, что им дают вот такие вот деньги за вывоз мусора. Я вам скажу, что, конечно, эта работа очень тяжелая, но видите, как они на свою маленькую зарплату, они же как бы самые занятые, получается, мусор отвозят, задают и им платят там какие-то копейки за сдачу этого мусора. Поэтому большая часть составляют чаевые. И когда мы приехали в Аргентину, то по сравнению с Уругваем, она нам показалась очень чистым городом. То есть там ходят... Конечно, там тоже так же принято выбрасывать мусор, но все-таки более чистый район, потому что в Украине все-таки более такое курортное место, где много иностранцев. Скажу про рестораны, бары, кафе. В Монтовидо очень принято вечером кушать в кафе. Никто вечером просто не успевает после работы готовить, и как особенное среди недели, поэтому все собираются ужином в кафе. В кафе представляют собой обилие мяса, именно такой вот говядины, буйволятины. И свинины у них мало, но есть. И часто они готовят такие блюда, типа шашлыка, но с разными овощами тушеными. Это у них так принято. Мы ходили еще, потому как мы мясо объелись, мы ходили в рыбные рестораны, потому что рыба у них в большом почете. Они часто ее готовят по-разному. Тоже сальмон называется, рыба красная, лосось. И сейчас они готовят типа ментая такая рыба. Она свежая очень. Продается ее на развес. Мы ее покупали на рынке. Каждая поездка на рынок заканчивается покупкой вот таких больших пакетов с рыбой. Уже очищенное филе. И мы жарили, значит, эту рыбу и ели. Что касается ресторанов, значит, три цены на рестораны. Тогда были где-то 7 долларов поужинать на человека. Это с напитками. Иногда 7-11 долларов. Зарплата позволяла там кушать так. Вот. Но я скажу, что уровень жизни в Ургвае будет он очень высокий. Поэтому где-то в месяц у нас уходило около 1700 долларов. Это включая плату за квартиру, коммунальные платежи и за троих человек. Всякие там покупки, еда. Главная составляющая цена еды. Поэтому мы ездили на рынок. Дважды в неделю проходил рынок на улицах рядом с домом. И мы выезжали, покупали пакеты с фруктами, овощами, рыбой. И покупали все свежее абсолютно. И поэтому пищеварение там у всех было прекрасное. И самочувствие тоже. Мы не болели, насколько я помню. Но отличительной особенностью жилищ в Ургвае является плетень. В связи с тем, что каждую ночь практически у них идут дожди, а днем их нет. Но редко они бывают днем. В основном они ночью просто проливные, тропические дожди. И соответственно, так как постоянные дожди не успевают просыхать здания. Мы жили на верхнем этаже. У нас очень много было плесени, которая просачивалась внутрь здания. Мы делали ремонт, прежде чем заезжали. Но буквально спустя некоторое время она снова появлялась. Мы снова ее отскребали. Но она там прожила почти три года. Я уехала раньше на год. Они там еще годы жили без меня. Я училась в Москве. И они там работали по контракту. И самое интересное, что вот то время, которое я вспоминаю, оно было одним из самых счастливых в моей жизни. Потому что значит-то очень доброжелательные люди вокруг были. Доброжелательные в том плане, что сами урубаются. Они очень веселые, позитивные, улыбчивые. Куда бы ты ни пришел, они с тобой искренне всегда общаются. Что касалось студентов, что касалось на улице людей. Мы это первое время все время, все время где-то у нас такая была привычка уходить далеко вечером за пределы нашего района. И мы терялись. В темноте очень трудно было найти ориентиры. Без карты, без мобильных тогда телефонов. Были обычные кнопочные телефоны. мы ориентированно ходили по как это называется по встречам с прохожими и спрашивали, куда нам пройти. Вот. И мы ходили просто в соседние торговые центры, которые находились там четырех километров, грубо говоря, от нашего дома. И когда мы обратно возвращались, мы всегда возвращались по набережной, чтобы не заблудиться, да, и прийти, куда нам нужно. Вот. То есть мы обходили вот так вот сначала вглубь за наш район, а потом вот так вот как кружочек обходили и возвращались по набережной. Вечером у них распространено очень игры на ну, на пляже, футбол, дети у них и взрослые играют в футбол. И по улицам практически каждую неделю ездят скандирующие уругвайцы, кричат, что вот Аргентина проиграла с Уругваем, Уругвай победила. И вот они кричат с этими своими флагами уругвайскими, разнакивают голубым флагом с солнцем и аргентинский флаг, они тоже постоянно те с полички оттуда и в общем они ездят с этими флагами, размахивают. Это выглядит очень весело. Бибикают, сигналят, что они там победили. В общем, очень эмоционально и это тепло. Каждый месяц практически, каждый два месяца, редко это каждый, каждый месяц проходит какие-то карнавалы или демонстрации на улицах. к этому привыкнуть было достаточно сложно, потому что ты только хочешь отдохнуть и тут начинаются какие-то звуки скандирующих, какие-то речитативы убрываются со свистами, с криками, но это все в доброжелательном ключе, без драк, без всего, просто проходит праздничное шествие под звуки барабана, ритмичные такие звуки, проходит толпа и часто они переодеваются, часто это женщины в таких карнавальных костюмах с перьями, как бразилии такие вот индейцы, но часто такие, есть другие костюмы, в основном такие яркие с перьями костюмы, с яркими какими-то красками, такие вот проходят карнавальные шествия, это что касается вот этого, еще у них принято праздновать день матери, мне очень уважают своих родственников и на эти дни у них закрывается университет и происходит празднование и после этого конечно когда приезжаешь в Москву то становится несколько грустно, потому что нет такого количества праздников шума, ну достаточно люди другие и скажу, что сильно меня это расстраивало, потому что все-таки чужая культура она есть чужая культура, там есть свои плюсы, есть свои минусы, но в целом это видо во мне вызвало самые теплые воспоминания, что касается теперь денег, там меняли, мы получали в долларах зарплату, меняли ее на рубайский этот песок, и в целом нам ну приходилось частично экономить, потому что я зарабатывала и мама, зарабатывала и папа, но папа больше всех конечно зарабатывал, мама поменьше, я вообще там немножко работаю несколько часов учителем информатики, но я купала себе образование в Руквайском колледже, а университет был бесплатный для меня, вот так вот я проучилась где-то почти два года и уехала восстанавливаться в Учистете в Москве, за то время я хорошо подтянула английский, испанский язык в этом уровне базовый выучил, сейчас, конечно, спустя 25 лет испанский подзабылся, потому что я его нигде не использую, но, конечно, сейчас начала установила дуолингву, попыталась вспоминать язык, но он легко вспоминается, потому что грамматика у испанцев достаточно простая, чем-то он схож с английским языком, но все-таки отличается по произношению кардинально, вот, учитывая то, что урубайский язык имеет еще особенности произношения звуков, же таких, а по поводу одежды, мы носили зимой, даже пуховки одевали иногда, ну, потому что очень сильно ветреные на набережной, и в капюшоне, в куртках длинных мы гуляли, но в целом климат теплый, не больше 10 градусов зимой, с июня по август зима у них, московская погода там не совпадает с их климатом, в Москве, конечно же, зимой холоднее намного, но летом у них примерно как в Москве, 30 градусов тепла, и это все со зноем, с жарой, но легче климат, чем в Турции, потому что средиземноморский, и он из-за этого мягче, то есть нет такого как в Турции 43 бывает, здесь нет такой погоды, максимум там может 32 градуса было, но это не часто, в основном там 27-26 летом, но бывает и 25, вот так вот, климат терпимый, билеты, билеты туда очень дорогие, так как лететь через остров Сал, он находится рядом с Африкой, пересадка в Европе где-то была, потом до этого острова, а потом от этого острова до Аргентины, и потом еще пересадка от Аргентины на Мотовидо, в аэропорт, мы ехали, по-моему, из Аргентины на машине, я не помню уже точно, в общем, вот так мы добирались как-то, а паром там шел, с паром мы из Аргентины приехали на машине уже домой туда, то есть билеты стоили больше тысячи долларов, полторы на каждого человека, поэтому мы за все время приходим на сетей и мотовиде у вас более свежий опыт есть напишите мне, можете оставить комментарий про мотовидео про улыбание будет интерес там вы с вами почитаете комментарии всем пока-пока подписывайтесь на канал ставьте колокольчик для того чтобы быть в курсе о выходе новых видео